В том, что бизнес должен иметь человеческое лицо, никто не сомневается. Все мы видим, какие счастливые туристы возвращаются с полными чемоданами шмоток, торгуясь до упора и понимая, что купили минимум в два раза дешевле. Вы, кстати, еще в Китае не были. Большой бизнес-магнитки человеческого лица не имеет. Он запросто может вышвырнуть предпринимателя на улицу, либо обложить его по бурами в виде штрафов. В итоге страдают тысячи людей, а сотни тысяч магнитогорцев вынуждены переплачивать сетевикам. Все бы было так грустно, доголь на выдумке хитра. А мелкопавильонная торговля спасла магнитку в лихие 90-е. Кстати, спасла быстро и легко. В 92-м не было ничего, в 96-м появилось все. Четыре года, то есть. Эти же четыре года исполняются в октябре года текущего. А способствуют подъему реального сектора экономики вот эти торговые ряды на автомобилистов. Здесь минимальные цены, здесь самая здоровая конкуренция. Скажите, пожалуйста, что вас привлекает здесь в торговых рядах на автомобилистов? Ну, все есть, удобно. Частые гости здесь? Да, часто. Сейчас, наверное, то время, когда деньги все считать научились. Здесь цены вас радуют? Да, радуют, здесь все нормально. Мама по магазинам здесь бегает? Да. Здесь магазинов много? Очень много. Хорошая местечка, да? Да, так и все подешевле, чем по городу. Ну, ходим, смотрим. Здесь часто бываете? Нет, редко. Я вообще редко выхожу из дома, потому что я с детьми постоянно. Так что со мной вообще неинтересно. Как неинтересно. Вы вот сюда приехали, знали про торговые ряды на автомобилистах что-нибудь? Нет, ничего не знала. То есть первый раз приехали, да? Да, да, я первый раз. Ну, давайте посмотрим. Может, вам повезет, удачную покупку сделайте. Ой, мне бы подешевле. А это вот прямо здесь? Да, сейчас я зайду, вот вы меня не задерживали. Вы помните то время, когда не было ничего? Конечно помню. Лопатывала. А сейчас где вы вот смотрите все это? Ну, сейчас ты вам выбор большой, выбирай. А вот то, что здесь вот, получается, на выезде из города появился вот такой недорогой рынок, вас радует? Конечно радует. Ну, я сюда, как говорится, не перас приходил. Здесь сварочный брат мой. То есть реально экономия здесь получается, да? Так получается. Да, здесь есть все для дома. Для любого вида хозяйствования. Если человек понимает, как надо жить. Если еще не доехал, то объясни. В хозяйстве нужна не кредитная понтовая машина, а пополоска экономная. Ипотека – это рабство. Дешевле и разумнее построить дом в пригороде или нафоршматить сад. Брать кредиты, зная, что банки берут бабло за бугром за 1%, а нам паре минимум 28, плюс скрытые условия мелким текстом. Безумие. Мебель на заказ – это тупость любителей клееных опилок. Дешевый ремонт – это возможно. И это возможно сделать своими руками. Земля кормила нас всю историю государства российского. Мы без суши, газа и толком электричества дали гаре всем, без исключения пришедшим к нам с мечом. То есть мизерное по сути население Земли на самой большой территории умеет работать руками и думать головой. А приспособления и инструменты, как и стройматериалы и товары для дома с большей выгодой приобретаются здесь, на торговых рядах на автомобилистов.